Добрый день, мой любимый YouTube! Здравствуйте, мои дорогие зрители! В этом видео я с вами хочу поделиться информацией о чудесном дне явления Ганеши, Ганеши Чатурдхи. Этот праздник отмечается ежегодно в четвертый лунный день Чатурдхи, светлой фазы луны лунного месяца Бхадрапада. И в 2023 году это будет 18 сентября, понедельник. Это один из наиболее важных и популярных праздников в индуистской культуре. Физическая астрология и духовное наследие Индии подают нам важность этого праздника и каким образом его можно правильно отмечать. Я планирую вам рассказать сначала немного про Ганешу, про легенды с ним связанные. На канале есть мантры, посвященные Ганеше, 1008 повторений. Обязательно включайте, слушайте сами, включайте своему дому. И также я вам расскажу, что нужно делать, чтобы заручиться поддержкой этого удивительного Бога. Я помню, когда в самый первый раз сама увидела Ганешу и подумала, ну конфеты, ну молочко, предложу, посмотрю, что будет. И это та самая история, как у фэн-шу, неважно веришь ты или нет, оно работает. Поэтому я вам рекомендую попробовать. На канале очень много видео, посвященных фэн-шу. И, кстати, среди них есть видеообзор на наш дом с точки зрения фэн-шу и вас. Тут тоже приглашаю вас посмотреть. А еще 21 сентября у нас стартует новое измерение курс на богатство. Это 6 недель в моем поле, с моей энергии. Мы будем работать с темой личного богатства, здоровья, отношений и карьеры. Вы скорректируете свой дом согласно закону фэн-шу и сделаете свой дом местом силы. Расскажу, какое время мы сейчас проживаем и что делать, чтобы быть успешным до 2044 года точно. А также много всего интересного вас ждет. Обязательно переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на курс. Вам понравится, это я вам обещаю. Итак, Ганеши Чатурдхи. Это особый праздник, посвященный Ганеши, богу мудрости, интеллекта и началу новых начинаний. Он наделен очень многими ситхами, сверхспособностями, но больше всего Ганеши ценят за его талант расчищать путь от препятствий и недоброжелателей, а также приносить удачу и успех во всех делах. Таким образом, праздник Ганеши Чатурдхи становится временем, когда мы обращаемся к Ганеше, чтобы он помог нам избавиться от всех препятствий на пути к успеху и благополучию. Ганеши, Ганапатия, Вакратундра, Сумуха, Вигнараджа, Пхалачандра и еще бесчисленное множество. Это божество с телом человека и головой слона. Он является сыном Шивы и Парвати, а также братом бога войны Картикея. Иллюзорный материальный мир форм, ограниченных во времени и пространствах, находится под покровительством Ганеши. Ганапатия обладает очень мощным интеллектом и невероятной мудростью. В Индии, Непале, Таиланде, Индонезии, на Шри-Ланке ни одно серьезное начинание не проводится без пуджа для Ганеши. И фактически все религиозные церемонии начинаются именно с приглашения этого божества. Более того, они сначала строят храм, размещают там Ганешу, а потом уже дома. Ганеши у нас покровительствует школьникам, студентам, ученым, бизнесменам, астрологам, врачам, в частности, хирургам и стоматологам. Знания о ведической астрологии Джьотиш были даны Ганеши, мудлицам в Древней Индии. И поэтому его благословение очень важно для всех, практикующих эту предсказательную науку. И еще его считают основоположником индуизма как великий, и поэтому он живет практически в каждой индуистской семье, либо в форме изображения, либо в форме статуэтки. Еще она называется Мурди. Также этот бог отвечает за веселье и материальный достаток, точнее избыток или переизбыток, благодаря чему он имеет упитанное тело с животом от постоянных пиршеств. Но, несмотря на это, гонопатия известен как разрушитель эго, тщеславия и гордости. Людям, страдающим этими пороками, он преподает очень мудрые уроки и учит смирению. Астрологически, конечно, у нас связано с планетами Меркурия и Кету, и работа с его энергией. Можно усилить влияние этих планет или нейтрализовать негативное их влияние. И обещала вам рассказать легенды. Этот добрый и загадочный образ уже завоевал сердца миллионов людей, далеких от индуистской культуры и мифологии, легенды вокруг имени Ганеши. Можно считать комментариями к его внешности. Слоновая голова объясняется в Буранах двояким образом. По одной из версий, на празднестве, в честь дня рождения, Ганеши забыли пригласить Шани, и он из мести испепелил голову новорожденного. Брахма посоветовал Парвати заменить ее головой первого существа, которое ей встретится, и им оказался сломенок. Другое объяснение состояло в том, что Парвати слепила из глины человека и, омыв его в водах Ганги, поставила стражем перед своими покоями. А когда Новый Страшкий Войти преградил туда путь самому Шиле, супругу Парвати, гневливый бог отрубил ему голову и, увидев отчаяние своей супруги, обещал приставить к туловищу Ганеши голову первого встречного существа, которым снова оказался слоненок. Два объяснения были предложены индийскими мифотворцами и для объяснения того, почему у слоноголового человека только один бивень. Согласно одному из них, он лишился одного бивня за добросовестное исполнение своих обязанностей сторожа, не пустив на сей раз Брахмана Парушараму, это один заватар вишит в покое Шилы, и Парушарама, который вообще ни с кем не церемонился, отсек ему один бивень своим тупором. По другой легенде, Ганеши сам использовал один бивень в качестве оружия, отломив его и поразив великана Гаджамукху, который превратился после этого в крысу, ставшую впоследствии ездовым животным, самого Ганеши. Ганеши у нас очень любит сладкие блюда, шарики из рисовой муки со сладкой сердцевиной, его фавориты. И на одном из своих дней рождений Ганеши ходила дома к дому, принимая предложение сладких блюд, и съел огромное количество этих сладких шариков, он поехал ночью на свои мыши. Мышь внезапно подкнулась, она увидела змею и испугалась так, что в итоге Ганеши упал. Его живот открылся, и все сладкие блюда вышли. Но Ганеши аккуратненько собрал их все, запихнул назад в свой живот и, поймав змею, обвязал ее вокруг живота. Увидев все это, Луна в небе весело засмеялась, и это недостойное поведение Луны очень Ганеши рассерлило. И он швырнул один из своих клыков в Луну и сказал, что отныне никто не должен смотреть на Луну в день Ганеши Чатурдхи. Однажды Ганеши и его брат, правитель Субраманья, однажды поспорили, кто старший из них. Вопрос задали гост по душе для окончательного решения. И Шива решил, что тот, кто сделает круг через весь мир и вернется первым к отправленной точке, получит право быть старшим. Брат сразу улетел на своем средстве передвижения павлини, чтобы сделать оборот вокруг мира. Но мудрый Ганеши, выражая преданное почтение и любовь, обошел вокруг своих родителей и просил награду за его победу. Господь Шива сказал, любимый мудрый Ганеши, ну как я могу дать тебе награду? Ты же не обошел весь мир. На что Ганеши ответил, нет, но я обошел вокруг моих родителей. Мои родители представляют целую проявленную вселенную. Таким образом, спор был улажен в пользу Ганеши, который был после этого признан старшим и сбыл братьев. Мать Парвати также дала ему плод как награду за эту победу. Янтра Ганеши, размещенная у вас дома, привлекает удачу, успех, помогает преодолеть препятствия и преграды, способствует исполнению желаний, привлекает достаток, изобилие, помогает обрести авторитет и влияние. Однако имейте в виду, что янтры недостаточно просто разместить дома и забыть. Они так не будут работать, к ним нужно обращаться. И также янтры необходимо омывать в молоке. Еще одна мантра Ганеши, одна из моих любимых, на самом деле, Как отмечать Ганеши Чатурти дома? Во-первых, необходимо подготовить некий алтарь, создать алтарь с изображением самого Ганеши, украсить его цветами, листьями. Обязательно предложить Ганеше свет, свет – это свечи, и это место будет фокусом вашего почитания. Совершать молитвы, посвященные Ганеше, просея его помочь вам в решении текущих проблем и придать силы для новых начинаний. Медитируйте, сосредотачиваясь на образе Ганеши. Предложите Богу Ганеше разнообразные сладости, фрукты, также ладаны, цветы. Ганеша особенно любит мода – это национальное индийское блюдо. И сладкие лепешки. Мантры повторяйте, связанные с Ганеши, такие как Омга, Омга, Нападай, Намаха, чтобы усилить свою связь с Ганешей. Что касается самой фигурки Ганеши, вы можете ее либо приобрести, кстати, все я тут пароли давала в видео, как разводят долгеры, или же вы можете сделать свою собственную статую из глины и осветить ее. Это символизирует ваше стремление к развитию интеллекта и мудрости. У нас всегда куплены статуэточки. И обязательно приготовьте праздничный обед, состоящий из его любимых блюд. И предложите Ганеши, поешьте сами, поделитесь с семьей и друзьями. И в этот день хорошо также выражать свою благодарность, заниматься благотворительностью, совершать добрые дела. А ритуал удачи очень простой. Ганеши, как я уже сказала, любит сладости, любит молоко, будет здорово предложить ему конфеты, йогурт, пирожное, мороженое. Подойдет, по факту, любой хороший десерт. Вот пойдите и купите самый вкусный. Предложите свои подарки искренне, с открытым сердцем, без ожидания какой-то выгоды. Подумайте о том, чего вы действительно хотите, но по каким-то причинам не сумели еще достичь. Прослушайте или повторяйте мантру Ганеши так долго, как считаете необходимым, в тысячу восемь раз это очень хорошо. Этот ритуал можно повторить не только в день Ганеши четверти, но и в последующие дни. Представьте, будто туман рассеивается в лучах восходящего солнца. Ваш пульт свободен, голова ясная, у вас появилась энергия выполнить то, к чему зовет вас ваша цель, идите за ней, ваша судьба в ваших руках. Ганеши четверти – это время для внутреннего развития, преодоления трудностей и привлечения мудрости. Мудрости самого Ганеши. Пульт Ганеши принесет вам мудрость и интеллект, успешное начало всех ваших начинаний. Нам всегда нужен Ганеши на нашей стороне, чтобы он помогал нам удачно пройти через все преграды и с наилучшими пожеланиями и благословениями. Дорогие мои, обязательно поставьте лайк этому видео, если оно было полезно, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на канал. Обнимаю вас, ваша Ольга.